В Сарове участили случаи хищения продуктов из крупных сетевых магазинов. Охранники чаще всего ловят несовершеннолетних с алкогольной продукцией, как правило, элитной или сладостями. Так, в отношении юного саровчанина сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела за неоднократную кражу шоколадок. Некоторых подростков ловили за руку больше десяти раз. Это возбуждено в отношении одного подростка. В 17 лет ей исполнилось уголовное дело. У нее 15 эпизодов краж, то есть от мелкопримуцких статей, это предусмотрено в 158-й, прим. 1, то есть это хищение. У нее практически все эти, не практически, а все хищения совершены из крупных сетевых магазинов, где она продукты питания воровала. Вторым в списке по количеству эпизодов идет нарушение масочного режима. Порой даже их объединяют. Товары из магазинов тащат несовершеннолетние без масок, что, к слову, облегчает сотрудникам правопорядка поиск нарушителя по камерам видеонаблюдения. Завершает тройку мелкое хулиганство. Так, в феврале этого года 17-летний юноша разбивал лобовые стекла автомобилей на парковке ТЦ «Куба», о чем писали во многих новостных пабликах. В состоянии алкогольного опьянения молодой человек повредил порядка 11 автомобилей. По трем материалам он будет привлечен к административной ответственности за умышленные повреждения чужого имущества, потому что там материальный ущерб не превысил 5000 рублей. А по нескольким эпизодам там будет возбуждено уголовное дело по 167-й. То есть умышленные повреждения причинили значительному ущербу собственнику. Многие преступления подростки совершают из-за недостаточной правовой грамотности. К примеру, большинство задержанных спешат рассказать правоохранителям о своих правах, но почему-то забывают об обязанностях. Нарушители трактуют строку «административная ответственность наступает с 16 лет». Как «пока мне не исполнилось 16, всё дозволено». Но, как показывает практика, ни одно преступление или правонарушение безнаказанным не оставляют. Материалы дела эти передаются в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации. А там уже комиссия вызывает этого подростка с родителями, рассматривает в отношении, кто совершил правонарушение, там уже выносит ему выговор. У него своё наказание, то есть выговор, предупреждение тоже, сообщение родителям, ну, такие меры наказания. То есть со всеми, кто достиг и не достиг возраста, я имею в виду совершеннолетних, со всеми проводится профилактическая работа. Также в Сарове участились случаи употребления наркотических средств среди подростков. В сравнении, в этом году уже два несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности за употребление наркотиков. За 12 месяцев прошлого года зафиксировали только три таких факта. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.